Сейчас я покажу как пользоваться натуральной косметикой, которую мы сделали в прошлый раз. Начинаем свой основной уход с очищающего порошка для лица. Мы сейчас находимся не у себя дома и поэтому приходится довольствоваться подручными средствами. У меня просто дома такой набор специальный для косметических средств, для масок. Такая маленькая пиалочка и шпатий специальный косметический. Сегодня мы будем использовать подручные средства. Насыпаем в небольшую емкость порошок и завариваем как бы его максимально горячей водой из крана. Должна получиться по консистенции такая кашица, сметанообразная. Размешиваем шпателем. Этот порошок нужен для того, чтобы очистить кожу. Мы очищаем этим порошком кожу и открываем поры. Без очищения ни один крем, ни одно средство, ни бальзам не подействуют, не просто не пробьются через этот весь слой. Ну и все. Я наношу прямо на сухое лицо. Конечно, не ножом желательно это делать, а специальным таким шпателем косметическим. Вот. Или можно такой кисточкой тоже специальной косметической. В общем, на самом деле, чем угодно можно и руками, как кто приноровится. Можно сделать, чтобы лучше ложилось пожиже. наносим на лицо. Ножом, конечно, не очень удобно это делать. На самом деле, если приноровиться, то это буквально считанные секунды занимает все дело. Теперь просто аккуратно по массажным линиям простираем эту смесь по лицу. Массажные линии вот так вот идут. Так, так и вот так. Можно оставить какое-то время. смесь на лице, тогда это будет эффект маски. Главное в это время куда-нибудь не выходить. На улицу, например. Или в магазин. За апельсинами. Вот. Можно еще в зону для тальте. Я уже сейчас не буду. Так. Теперь, чтобы удобнее было смывать, лучше использовать спонжики. В магазине спонжиков не было. Поэтому я купила такую целевозную губку. Точнее, это даже три губки. Но она абсолютно такая же и по составу, и по текстуре, и по фактуре, как и спонжики. Вот. Но мне кажется, что эти даже удобнее будут. Можно было их разрезать на два. Я так сначала попробую. С спонжиками очень легко. Судя по тому, какой синий цвет, не сильно-то они экологичные. Как уверяли на упаковке. Экологичные, экономичные. Синька экологичная, наверное. Да. Натуральный краситель, поэтому и смывается. Была в химии, не смылась бы. Давай уже поднимай рейтинг. Опускай полотенце. Так. Берём спонжики. И просто вот так вот смываем масло. Несколько движений. Всё. Готово. Ничего себе, какая ты стала красивая сразу. Ну, тут эффект контраста. Сделать сначала пострашнее, а потом вернуть как было. всё. Хорошо к нему. Хорошо к нему. Хорошо к нему. И наш замечательный лосьон. Этот лосьон лучше даже перелить куда-нибудь в распылитель и пшикать на лицо. Вообще кожу желательно лишний раз не травмировать. Никакими механическими воздействиями. Никакими механическими воздействиями. Этот тоник тоже прекрасно очищает кожу. Тонизирует. Его можно использовать сколько угодно раз в день. Лучше пшикать почаще. Особенно, если это лето. Особенно, если живёшь в городе. Чтобы чаще смывать грязь с лица. Всё. После этого самое интересное, это питание и увлажнение кожи. У нас есть два состава. Один на масляной основе, другой на водной основе. Гель и бальзам. Мы их смешиваем друг с другом. Вообще можно было обойтись без геля, а просто смешивать бальзам с водой. Но мне лично это не очень показалось удобным в прошлый раз. Гораздо лучше впитывается всё. Как-то удобнее наносить. Именно с гелем. Побольше геля, поменьше масла. У кого сухая кожа, можно масло побольше. У кого жирное, можно масло поменьше. Вот это получается основа любого крема. Вода с маслом. Но если бы мы их смешали, то средство быстро бы испортилось. Поэтому их смешивать надо отдельно каждый раз. Вот. Получился у нас крем. И мы его наносим на лицо. Тоже по массажным линиям. Вокруг глаз нет смысла. Наносить никакие средства. Максимум по косточке. Почему? Ну, потому что там нет желез. Желез. Только дерево. Желез нету, есть только дерево. Вокруг. Вот заодно проводим такой массаж лица. Разгоняем кровь по коже. Разгоняем кровь. Вот. Он отлично впитывается. Вместе с этим гелем. Бальзам. Вот. Его надо и бальзам, и гелем надо буквально чуть-чуть. С горошинку. И еще вот наш бальзам для губ. Хочется хоть и твердоватым, но мне нравятся такие твердые бальзамы, они хорошо потом плавятся на губах. Моментально помогает этот бальзам. У меня губы все время потрескавшиеся. После такого бальзама за 2-3 дня кожа на губах приходит в норму. Так. Ну вот. Ничего вроде не забыли. Единственное, я не показала как пользоваться. Вот этим порошком для тела, ну принцип тот же. Наносить его надо на тело. Это будет отдельное видео для взрослых. Да. Пока.